ДАМЫ И ГОСПОДА Каждый год в залах аншлаг, зрители поглощены актерскими монологами, а в финале осыпают артистов овациями. Но в чем же магия моноспектаклей? И как артистам в одиночку удается удерживать внимание всего зала в течение часа? Давайте разбираться. В одиночку выступали еще античные поэты, трубадуры, барды и министрели. Но эти представления без сценария и драматургии скорее прототипы современного стендапа, чем спектакля. В середине 18 века зародился и стал активно развиваться новый жанр – мелодекламация. Драматические артисты читали произведения под музыкальное сопровождение. На рубеже 19 и 20 столетий появились привычные современному зрителю моноспектакли с сюжетом, декорациями и музыкой. Музыка 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 Сегодня жанр моноспектакля обретает новые черты. В поисках особенного контакта со зрителями артисты ломают четвертую стену и выходят за пределы сцены. Это лекарственный сбор. Не очень. Режиссеры ищут новые формы, а иногда переходят на доверительный шепот. Испытывал страстное, оглушающее желание и убежать, и остаться навсегда в этой отчаянной тишине. А зрители с любопытством наблюдают за тем, как за их внимание борются, как стараются удивить и вызвать доверие современные постановщики. Действия часто в моноспектаклях бывают ненасыщенные какими-то декорациями, репликами и так далее. В чём вот эта магия моноспектакля? Почему до сих пор он притягателен? Во-первых, не до сих пор. И не всё ещё. Потому что именно сейчас время, когда этот жанр развивается. И есть спектакли, где иногда даже трудно себе представить, что такой материал можно сделать моноспектаклем. Тем не менее, это есть. Поэтому мы как раз видим сейчас расцвет этого жанра. Очень много фестивалей моноспектаклей. Артисты рвутся на них. Им хочется показаться другой публике, в другом городе. Им хочется помериться силами. Им хочется как-то на других посмотреть и себя показать. Вот эта форма, она сейчас очень многообразна. Раньше, как правило, выходили актрисы определённого возраста. И под зеркалами, при свечах читали огромное количество стихов Цветаевой и Ахматовой. Считалось, что это и есть моноспектакль. Но прошли десятилетия. И сейчас уже понятно, что когда артист просто на сцене произносит какой-то текст, это вовсе не всегда моноспектакль. Редактор субтитров А.Семкин За последние три года моноспектаклей в театрах всего мира стало больше. Критики и другие театральные эксперты связывают это с пандемией. Артисты проводили много времени наедине с собой. Репетировали в одиночку, а теперь хотят быть самостоятельными. И на сцене. В последнем сезоне я была председателем экспертного совета национальной премии «Золотая маска». Я не впервые работаю там. Не знаю, уже не помню, сколько раз я там была. Но ни разу такого количества моноспектаклей мы не получали. И мы даже несколько отобрали, чего тоже раньше не было. Омский чат также получил небывалое количество заявок. Если в 2019-м артисты прислали всего около 10 запросов, то в 2022-м отборочная комиссия отсмотрела 117 спектаклей из 49 городов. Но лишь 15 из них получили приглашение на фестиваль. Что должно быть в этом спектакле? Или может быть даже в самом артисте, который присылает заявку, чтобы они были приглашены в чат? В этот раз мы очень много отсмотрели спектакли. Что должно быть? Должен быть талант. Его очень трудно не заметить. Если есть талантливая работа, практически сразу видно, она отличается от других. Должен быть артист, который имеет право выходить и занимать твое время зрительское. Целый час отрывать тебя от других повседневных дел. Но этот человек должен обладать каким-то магнетизмом. Должно быть интересно, о чем он думает, что он делает, зачем он взял вот это произведение, и почему он вот здесь, вот сейчас, перед нами работает. Здесь 12 сантиметров и там тоже. А, ребят, давайте попробуем вот сюда свет сделать. А все остальное... В моно-спектакле, это сейчас, мне кажется, какой-то двигатель современного театра. Актеров много. Театров много. Но на самом деле ролей мало. И поэтому, чтобы актер жил, двигался, развивался, ему необходимо делать. Ему необходимо творить. А когда актер один на сцене, длительное время, работать в команде, работать в театре, работать в большой постановке, это прекрасно, это дивно. И вот когда моно-спектакль, это актер все время присутствует на сцене. Это очень трудно и очень прекрасно, потому что развитие происходит через текст, через память, через движение, через одежду, в которой. Потому что, выходя в моно-спектакль, актер продумывает... Хорошо, если у него есть команда, театр за спиной, которая ему помогает. Но часто бывает, что актер с режиссером придумывают какую-то задумку, спектакль. И поэтому они все придумывают и делают все сами. После поездки он отнес ему пачку пищи и бумаги и остался там до самого вечера. Кажется, мы нашли первое звено, которое делает моно-спектакль успешным. Это удачный творческий тандем актера и режиссера. Но если в большинстве случаев инициатива постановки исходит именно от режиссера, то с моно-спектаклями все часто наоборот. Я понимаю, что ты не будешь в пустыне, да? Развед только-только наливался, все еще спали, а мы уже отправлялись на жатву. Суванкул всегда ожидал меня за Аилом на тропинке нашей. «Ты пришла», — говорил он мне. «А я думала, что ты давно уже ушел», — отвечала я всегда, хотя знала, что без меня он никуда не уйдет. А заря разгорал, и золотились первыми самые высокие снежные вершины. «И гор и ветер со степей струнился навстречу синей-синей рекой. Эти летние зори были зорями нашей любви. Нам зачем рождаться на свет? Мы твои дети, земля. Дай нам счастье». А как вообще так случается, что артисты приходят к моноспектаклю? Это чаще их личное желание или это желание режиссеров? Чаще всего это личное. Чаще всего хочется чего-то такого, что в театре невозможно получить. У театра есть своя линия, свой план, свои спектакли. А у актера есть мечта. Здесь ты один на один. И здесь актер, актерская душа, она в твоих руках. Впрочем, как и твоя душа в руках у актера. Может быть, это более интимный процесс. Мы вместе работали, и у меня было ощущение, что мы команда, мы вдвоем. Я говорила ребятам в шутку. Команда «Ураган». Казалось бы, два человека, но команда. Целью заговорщиков был подрыв, подтачивание тех основ, на которых зиждется наш национальный дом. Но сегодня, дорогие сограждане, я с удовольствием сообщаю, что планы заговорщиков сорваны, а один из его участников будет предан справедливой казни. Чуть-чуть помедленнее. А то мы промчимся, как локомотив, и... Зато быстренько. Ну да, в полчаса. За тысяч полчаса эти такие. Вот, чуть-чуть помедленнее. Финал вообще отлично. Грегор отлично. Все отлично. Вот то, о чем мы с тобой говорили, ты сделала... Да, ты сделала отлично. Это просто не умница. Я его не слышать. Взаимоотношения режиссера с актером – это как семейные взаимоотношения. Это очень близкие отношения, очень душевные, очень психологические отношения. Ты должен знать своего актера. Ты должен знать его слабые стороны, сильные стороны. Ты должен любить актера своего. Потому что актеры, как дети, они радуются, когда их любят, когда их хвалят. Я ей постоянно говорю о том, что я ее люблю. Я ей даже пишу сообщение ватсап, там, доброе утро, любимая актриса. И она у меня записана в телефоне, как любимая актриса. Я считаю то, что это очень важно на самом деле. Мне нравится работать с режиссером. Во-первых, мы с Кариной очень сошлись. И она мне все время внушала – рассказывай историю. То есть не пытайся говорить текст, не пытайся играть персонажей или еще что-то. Рассказывай историю другим людям. И вот это, наверное, секретный ингредиент нашего спектакля в том, что это история. И ты должен ее прослушать от начала до самого конца, потому что есть определенная логика выстраивания этого рассказа. И ты как будто бы плывешь, и в конце выплываешь к финалу. Чтобы не быть голословной. Так, рост 182 сантиметра. Ну, это в полтора раза выше меня. А вес, как вы думаете? 50 кило. Ну, я в 10 лет больше весила. Когда мы познакомились с Игорем, это было 4 года назад, я как только пришла в театр, я сразу увидела несколько спектаклей с ним и поняла, что он клоун. Он очень замечательный комедийный артист. И любой клоун, он ведь на самом деле трагичная личность. И я увидела в нем вот это вот двоякое, то, что, в принципе, присутствует в каждом клоуне. И я отталкивалась с него, я сразу подумала, да, надо сделать с ним какую-то вот именно такую работу. «Папа! Папа! Папа!» «Папа! Папа!» «Папа!» 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 После долгих читок и репетиций начинается самое сложное. Выход на сцену. И тут уже налицо трагедия маленького человека, когда артист один перед огромным зрительным залом, который, к тому же, ждет от него откровений каждую минуту. Опереться в буквальном смысле не на кого. Рассчитывать приходится только на себя. Если артисту удается заполучить внимание публике, случается магия. А теперь засмеемся, как страши еще сказочные, а? Ногами затопаем! А руками захлопаем! И несчастное число голосом со всех сторон завопило! Умирять тебя смертью безбременной! В чем вы видите вот эту магию моноспектакля? В чем она заключается? Ну, представляете, выходит молодой человек или немолодой человек, или девушка, и начинает перелистывать собственную жизнь. Прямо тут у вас на глазах. Прямо так подробно, что аж дух захватывает. Здесь степень откровенности такая, что практически невозможно ни в одном спектакле. На такую откровенность способны немногие артисты. Не говори мне о жене! Эх, негодяй! А что-то я не пойму. Ты разве не обязался слушать мне во всем, чего бы я ни попросил? Большой вызов себе. Слабо ли тебе, Фариза, пронести эту историю? И для меня моноспектакль, вот у меня был пока только один премьерный, до этого, конечно, были репетиции, прогоны, но я думаю, в дальнейшем каждый мой спектакль для меня это будет вызов. Это вот такая вот магия театра. На самом деле так оно и есть. Это было в тот день, когда Суманкул привел сюда первый трактор. Всю осень и зиму Суманкул ходил за речь на тот берег, учился там на курсах трактористов. Мы же не знали тогда толком, что такое трактор. И когда Суманкул задерживался допоздна, ходить-то было далеко. Мне и жалко, и обидно становилось за него. Ну чего ради ты связался с этим делом? Худо тебе что-ли было бригадиром? Для моноспектакля нужно, чтобы человек действовал сию минуту и сейчас. Потому что время драмы – это время сейчас, сию минуту. Вот перед нами должно происходить действие. Это очень сложно, потому что ведь нет партнера, с кем действовать. Нужна либо пьеса, либо материал, где идет действие сию минуту, и есть какой-то воображаемый партнер. Безусловно, конечно, это испытание. Конечно, это проверка себя. Потому что у тебя нет ничего, кроме себя. Чувствуешь больше не одиноко, а голым. Потому что ты один, один на один со зрителем. И нечем прикрыться. И чувствуешь такой дискомфорт. Но если случается магия и идет энергообмен, то все замечательно. Первая мотивация – это материал. Вторая мотивация, наверное, это свобода. Моноспектакль. Ты не зависишь от коллег, которых надо собирать по театрам. Да, вот когда ты готов, ты играешь. Свобода. Через ее красоту. В общем, страсть к тряпкам ей передалась от матери. И как для той не было большего праздника, чем зайти в магазин. Внимание публике – вещь сложная. Чтобы оно не рассеялось, артисту нужно не просто рассказать написанную историю, а каждый раз прожить ее, как отрывок из собственной жизни. Именно эти моноспектакли отличаются от других театральных жанров. Каков алгоритм работы над моноспектаклем? Отличается ли он чем-то от работы над спектаклем в любом другом жанре? Ну, может быть, и отличается там специфика. Есть немножко другая, но в принципе есть. Когда у тебя коллектив, то ты подбираешь единомышленников, ты собираешь, противостоишь там с кем-то, против кого-то. В общем, набираешь, создаешь эту плодотворную почву для того, чтобы артист стал прорастать. Любая фальшь, все, зал потерян. Потому что если отвлекся один, начал играть, то мы потеряли весь зал. Получается так. Я желаю действительно каждому актеру иметь моноспектакль в своем репертуаре, чтобы понять, каково это, когда за спиной нет партнера, например, на которого можно опереться и положиться. Когда твоя ошибка, это только твоя ошибка. Когда ты отвечаешь за все. Моноспектакль, это скорее вот для меня это труд огромный. Я не могу сказать, что это вот прям пришел, поразвлекся такой и все, да, собрало все аплодисменты, все цветы, только тебе. Я считаю, что это огромный труд, потому что если ты играешь хотя бы в паре с кем-то, то у тебя всегда есть ответственность за кого-то. То есть у тебя плохо себя чувствуешь. Не знаю, любое физическое состояние, до этого, тебя расстроили, тебя еще что-то. Ты можешь всегда скинуть на второго персонажа. И он отыграет, а ты такой, ну, что-то там ему подскажешь какие-то пару фраз. Его влечет к танцам и играм. Больше всего на свете он желает счастья и удачи. Сегодня он должен был стать мужем Антигоны. Хотя пока он не знает, что никогда не будет мужа Антигоны. И все, на что ему рассчитывать, это смерть. Такой спектр эмоций, такой спектр важных чувств, которые могут со сцены транслироваться, они, конечно, очень важны прежде всего. А еще, поскольку, да, главный человек на сцене, это и главные его конкретные эмоции, откуда они родились, откуда, какие корни у них, да. Поэтому здесь не только про самолюбие, здесь и какие-то личные истории, личные, может быть, трагедии, а может быть, и наоборот, личная радость. Так что это вот то, что актер показывает. События будут развиваться сами собой. Трагедия тема хорошая. Эта история, она, мне приходится в нее, как бы, особенно вот на время репетиции, когда мы репетировали, выпускали, прям сильно погрузиться в него, потому что мне это не очень близко. Вот такая тяжелая ситуация такой одинокой девочки. Вот. И во время репетиции, во время выпуска как будто бы, знаете, вот в это время я жила. В этом я собирала какие-то признаки внешние. Там часто видишь что-то, а вот это как у Жанны. И это помогает, очень помогает. Суток мне не дали. Только три часа. В тот день нам пришел черед пахать свой огород колхозным флуком. Мы заканчивали пахоту, когда вдруг на улице послышалась какая-то бегать нишу. Мне кажется, искусство все же направлено больше на проживание. И на проживание в моменте, и особенно театр. И в этом прелесть, что не в той мысли, которую ты выносишь, которая остается в осадке, хотя она, безусловно, важна, а вот именно в этом процессе, в самом процессе, как и для актера, так и для зрителя. Вот едем в транспорте, все в мобильном телефоне. Они смотрят за действием. Здесь это тот же самый мобильный телефон, только вживую и в объеме. Мы сейчас, особенно молодежь, она отучается посредством телефона коммуникации и общения. И вот моноспектакль, когда актер один на сцене, может быть, им по душе приходится именно то, что они одни, так же, как и он. Они мне помогают, когда я снова обращаюсь к прошлому. Трудно поверить, что я когда-то был таким молодым щенком. Всех! Так что же самое главное в моноспектакле? Хорошая пьеса, честное актерское творчество или креативность режиссера? А я вам отвечу. Чтобы случилась магия, все эти составляющие должны сложиться вместе. И тогда зритель точно не останется равнодушным. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!